Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и ведущий Роман Полинсков. Как обычно, в это время на телеканале «Универтв» и как обычно, годная подборка новостей из мира студенческого спорта ждет тебя прямо сейчас. Поехали, мы начинаем! На этой неделе гандбольная сборная Казанского федерального университета продолжает защищать титул чемпиона в студенческой гандбольной лиге Республики Татарстан. Соперники – Казанский государственный энергетический университет и Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. Начнем по порядку. Первый матч – 19 марта между КФУ и КГУ. С первых минут энергетический университет забрал себе инициативу и создавал комфортный счет. Практически весь матч федералы были в роли догоняющих, и уже у всех зрителей было понимание того, что в графе поражения появится цифра 1. Однако под занавес матча федеральный университет решил пойти в бабанки и массированно атаковал ворота энергетиков. Сначала удалось сравнять счет, а затем и вырвать победу в этом матче. Как итог 23-24 – очередная победа Казанского федерального. Во втором матче КФУ играли против Академии спорта. Матч начинался по такому же сценарию, что и прошлый, но под конец первого тайма КФУ смогли выйти вперед, что пошатнуло моральное состояние Академии. Во втором тайме академики начали играть слишком агрессивно, привозя в свои ворота штрафные удары, которые федералы успешно реализовывали. В итоге полная дизмораль в стане соперника и Казанский федеральный университет спокойно доводит матч до победного счета 23-17. Далее поговорим о мини-футболе, где сборная Казанского федерального университета продолжает свое победное шествие в рамках спартакиады вузов Республики Татарстан. С обзором прошедших матчей вас ознакомит Регина Чепикова. Сборная КФУ по мини-футболу уже в первом матче против Кай Алим показала всем, что в этом сезоне их задача завоевать золото на спартакиаде вузов Республики Татарстан. На этой неделе дружина федерального университета провела еще два матча. 20 марта в спортивном зале Центра гребных видов спорта в соперниках был Казанский государственный медицинский университет. С первых минут матча выявилось подавляющее преимущество ребят из федерального, которое выразилось двумя забитыми мячами уже в первые 10 минут встречи. Стоит отметить, что медики пытались дать отпор соперникам и даже уходили в контратаке, но забить гол им все же не удалось. В свою очередь ребята из КФУ и не думали сбавлять темп, а напротив перешли в атаку и забили еще два мяча. На конец первого тайма на табло было зафиксировано 4-0 в пользу федералов. На протяжении всего второго тайма ребята из КФУ не давали возможности противникам приблизиться к мячу и уверенно передавали вы друг другу. Такая тактика позволила спортсменам забить еще шесть мячей в ворота соперника. Матч завершился со счетом 10-0 в пользу команды КФУ. В третьем туре, который состоялся 24 марта в спортивном комплексе «Бустан», сборной КФУ противостояла команда Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Игра получилась очень живой с большим количеством опасных моментов и ошибок в нападении. Уже на пятой минуте матча ребята из КФУ взяли дело в свои руки и забили первый гол в ворота архитекторов. Федералы продолжили доминировать на площадке и забрали мяч под свой контроль, но совершали и ошибки, из-за которых спортсмены архитектурного убегали в контратаке. Что, к слову, все равно не помогло им изменить счет в свою пользу. Первый тайм закончился со счетом 1-0 в пользу КФУ. Во втором тайме футболисты КГСУ после мощных наставлений тренера сумели все-таки собраться и забить гол. Бои ребята из федерального не сбавляли обороты, а наоборот понеслись вперед и на 25-й минуте увеличили свой отрыв на один мяч. После пропущенного гола КГСУ сели в оборону, но на 35-й минуте, благодаря отличным действиям защитников в контратаке, КФУ снова увеличили свой отрыв до двух мячей. Матч завершился со счетом 3-1 в пользу Казанского федерального университета. На данный момент сборная Казанского федерального университета идет без поражений. Три матча, три победы. Регина Чепикова, Федор Пасенков. Неделя спорта. На этой неделе баскетбольные сборные Казанского федерального университета начали борьбу за чемпионский титул студенческой баскетбольной лиги Республики Татарстан. Первый соперник сборная КНИТУ КХТИ. Подробнее о прошедших матчах расскажет Анастасия Павлова. Старт студенческой баскетбольной лиги Республики Татарстан был дан в стенах культурно-спортивного комплекса КФУ «УНИКС». 21 марта на паркет вышли мужские и женские сборные Казанского федерального университета и Казанского национального исследовательского технологического университета. Игра началась напряженно. Первой четверти студентки КФУ и КНИТУ КХТИ шли вровень по очкам, но четверть закончилась с отчетом 8-9 с небольшим преимуществом КНИТУ. Во второй четверти ситуация сложилась совершенно иначе. Федералы разыгрались и вышли вперед с явным преимуществом. Первая половина игры завершилась со счетом 19-6. Третья и четвертая четверти также увенчались успехом для Казанского федерального университета. В третьей четверти они обыграли соперников со счетом 19-6. А в четвертой КНИТУ КХТИ смогли заработать лишь 6 очков, так как сборная Казанского федерального сильнее оппонентов и имеет преимущество в лице опытных игроков. Отрыв федералов составил 16 очков. Итоговый счет четверти 22-6. Баскетболистки Казанского федерального одержали заслуженную победу со счетом 69-29. Если честно, мы очень плохо сыграли, несмотря на то, что выиграли. Но результатом мы, конечно, недовольны. Мы должны были выигрывать раза в два больше очков. Не сбивали очень много мячей, но победили и рады этому. Самыми результативными игроками в составе Казанского федерального университета стали Полина Красовская, которая заработала для команды 16 очков, и Екатерина Гайнудинова, принесла своей команде 15 очков. Борьба за первенство между парнями КФУ и КНИТУ КХТИ была тяжелее. Если у девушек преимущество КФУ было очевидно, то возможности парней КНИТУ КХТИ и КФУ равны. Первой четверти преимущества КНИТУ КХТИ было в два очка. Счет 16-18. Вторая четверть прошла тяжело. Соперники не уступали друг другу первые минуты. Но к середине четверти парня КФУ открыли второе дыхание, и со счетом 19-8 команда пробилась вперед. Третьей четверти баскетболисты КНИТУ КХТИ решили наверстать упущенное, но оппоненты из Казанского федерального не уступали, что привело к небольшому конфликту соперников. Как не пытались Казанский национальный исследовательский технологический университет, счет третьего периода 14-9 с преимуществом Казанского федерального университета. Четвертой четверти спортсмена КНИТУ КХТИ собрались силами и выиграли четверть со счетом 7-14. Но итоговый счет 56-49 в пользу КФУ. Итог двух игр среди парней и девушек весьма удачен для Казанского федерального университета. Первый этап турнира студенческой баскетбольной лиги уменьшался успехом, но, как подмечают сами баскетболисты, работать нужно больше и упорнее, так как дальше соперники будут только серьезнее и сильнее. Анастасия Павлова, неделя спорта. Теперь говорим о волейболе, где сборная Казанского федерального университета поддержала своих коллег по гандболу, по минифутболу и по баскетболу. Что было на площадке, расскажет Софья Александрова. Волейболисты Казанского федерального университета продолжают бороться за призовые места в студенческой волейбольной лиге Республики Татарстан. На этой неделе как у женской, так и у мужской сборной в соперниках Казанский государственный энергетический университет. Первыми на паркете Уникса 21 марта вышли женские сборные. Уверенными подачами открыла игру сборная Казанского федерального университета. На протяжении всей партии держала игру под своим контролем и при счете 24-21 самую верность команды подвела. И этой ситуацией воспользовались волейболистки энергетического университета. Соперники не давали оторваться друг другу в счете. Сборная КГУ приняла контрольный мяч и дала жесткий отпор. Проявив характер в конце партии, сборная КГУ склонила чашу весов в свою пользу. Счет 27-29. Во второй партии наши девушки заметно собрались. На путстве тренера пошло на пользу. С первых минут партии волейболистки федерального указали, кто на площадке главный. Планирующие подачи и пайпы позволили завершить партию со счетом 23-25. И сборная КГУ сравняла счет по партиям 1-1. В третьей партии сборная КГУ была настроена решительно на победу. Болельщики и сами спортсмены эмоционально встречали каждый розыгрыш мяча. Энергетики не хотели так легко сдаваться и бились до последнего очка. Но контрольный мяч от федералок принес победу и в этой партии. Счет 25-22. Исход встречи решился в четвертой партии. Когда мяч касался площадки, уровень шумовой поддержки на трибунах зашкаливал. И после серии серьезных подач победу держала команда КФУ со счетом 25-20. Итогующий по партиям 3-1. Победный дух наших девчонок передался и мужской сборной, матч которых состоялся 22 марта. По результатам жеребьевки право первой подачи было у сборной КГУ. Но передние блокирующие игроки не дали мячу соперников пересечь сетку. Федералы начали уверенно вести и со счетом 25-16 обыграли соперника. Во второй партии энергетики попытались сравнять счет. Но болельщики подогревали свои поддержки команды КФУ и настраивали только на победу. Стойкость и мастерство ребят сборной федерального университета помогли вырвать победу с уверенным отрывом в 7 очков. Счет второй партии 25-18. В третьей партии борьба была насыщенной и красивой. Попеременный перехват лидерства в счете накалял обстановку не только на трибунах, но и среди тренеров. Несколько профессиональных эйсов усмирили пыл команды энергетического университета. И победа в третьей партии также ушла в копилку КФУ. Игра закончилась со счетом 25-23. Итоговый счет по партиям 3-0. Софья Александрова, Мария Ерельина. Неделя спорта. Мы продолжаем программу Неделя спорта. И сейчас мы будем говорить о Всероссийском фестивале АССК России на спорте. Вместе со мной будет обсуждать эту тему Ренат Мингалеев. Ренат, тебе большой привет. Ром, привет. Сегодня выложили результаты по дивизионам. И на наше счастье сборная, получается, Института физики у нас отправляется автоматом на Россию. Вместе с ними отправляется мужская сборная по баскетболу автоматом на Россию. И у нас женская волейбольная остается в запасе. И женская баскетбольная сборная остается в запасе. Давай мы по вот этому моменту сначала пройдем. Что такое запас и что дает то, что наши ребята прошли? Ну, то есть сейчас уже во все ВУЗы будут отправляться письма приглашения. И до 4 апреля должны все ВУЗы подтвердить свое участие. Ну, мы, конечно же, футбол и баскетбол мужские подтверждаем свое участие. И будем ждать того момента, когда, может быть, какая-то одна команда или женский волейбол, или женский баскетбол, команда ВУЗа не сможет оплатить проезд. И они откажутся от участия. И это вакантное место достанется нашим девчатам. То есть до 4 апреля мы ждем. Возможно, наша команда тоже попает напрямую, женские мужские. А мужские уже в финале. Мы ждем мая. По другим видам спорта также интересно, кто в итоге будет представлять Казанский Федеральный Университет на Республике. Как с другими ВУЗами, потому что ты знаком практически со всеми представителями студенческих противных клубов каждого ВУЗа Республики. Как у них все это прошло? Расскажи, в общем, все, что знаешь. Ну, сейчас мы готовимся к региональному этапу. К сожалению, шахматы на странице у нас напрямую не прошли. Но у нас очень большие шансы именно пройти по спортивным принципам, потому что у нас очень сильные команды. По сравнению с другими ВУЗами. По волейболу пока мы не можем оценить уровень других команд. Но, к сожалению, у нас выставлены не сборные команды ВУЗа, а институты. То есть сборники распределены между собой. Это уже дает преимущество для других ВУЗов. Ну, посмотрим, как пройдет региональный этап. Будем надеяться, что все-таки все наши команды смогут отобраться на сертистический финал. Ну что ж, большое спасибо, что ты нам прояснил. Поздравляем наш спортивный клуб, потому что у нас некоторые команды уже вышли. Ждем теперь этап дополнительный, этап республиканский. Обязательно смотрите. В нашей программе мы это все обсудим. А сейчас мы обсуждали это все с Ренатом Менгалеевым. Ренат, тебе большое спасибо, что пришел. Спасибо, Роман. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу неделя спорта. Еще увидимся. Пока-пока.